здравствуйте друзья с вами рима канал рима кухня огород сегодня я хочу вам показать как мы обрабатываем малину вот мы сейчас находимся в малиннике вот по этому период периметру находится вот у нас малина в четыре ряда она у нас очень высокая специально для нее сделали вот такую высокую шпалеру и к ней вот мы привязываем по одному кустику ну так нам удобно так она себя очень хорошо чувствует не заваливается вот здесь вот тоже раз разбросали конскую подстилку конский перегной здесь за забором у них находится конюшня 6 как она называется школа олимпийского резерва по конному спорту и вот там вот эти лошадки в большом ангаре там у них находится хороший такая беговая площадка там вот они эти лошадки бегают занимаются раньше это было видно из окна но сейчас одессе построили вот этот дом большой все закрыли и нам теперь ведь этих лошадок не видно только слышно так ну вот я вам сейчас хочу показать как мы перевязываем подрезаем малину видите вот малина до самого верха вот она там даже загибается вот лишним отсекаем отсекли лишнее сейчас намотаем как бы на эту веревочку и веревочку подтянем здесь принцип это помидоров высокорослых такой же принцип как бы вот этой плавающей петлей завязывается что потом можно было осенью ее снять отрезать этот кустика новой образовавшийся привязать на эту веревочку вот вот еще одна малинка отсекаем на нужной высоте нам кончик малины и сейчас будем ее перематывать фиксировать заново чтобы она была более ну более так скажем устойчивая на этой веревочки ну вот принцип до помидоров помидоров высокорослых в теплице такой принцип вот все зафиксировали и вот так вот мы уже два ряда как бы сделали вот этот третий четвертый ряд остался в общем вот по такому принципу мы обрабатываем еду в другое место малина вот хорошего сорта здесь есть желтая малина вот это вот крупная желтая малина но она очень сладко очень красивая крупная и здесь вот и здесь и красная малина но тоже очень крупный посмотрите какой длинный вот я его шевелю какой длинный вот но наверное вот здесь вот два метра да там где-то полтора вот считайте куст малины ветка малины три на три три с половиной метра вот такой вот сорт ну естественно мы название этого сорта не знаю отрезаться она будет по верхней части шпалеры остальной кусок малины будет отсекаться вот видите какие у нее так тени беру сейчас какие у нее крупные мощные стебли ну вы наверное друзья знаете что на одном кусте малины надо оставлять от пяти до семи хороших толстых стволов малины оставляется самые толстые жирные кустики малины остальное все отсекается потому что загущать их тоже не надо если они вот так до семи кустиков сидят в одном гнезде то они дают очень хороший урожай малины ну вы наверно также знаете что малина любит воду надо ее поливать побольше здесь вот стоит сосок ну я его не вижу но тут есть сосок специально здесь ставится такая маленькая вертушка и вот эта маленькая вертушка как раз охватывает вот по периметру вот периметр где-то нашего малинника 4 на 4 вот мы его специально отгородили таким вот такой вот таким вот брусом брус сделали повыше два раза по 10 сантиметров это считает 20 сантиметров до того чтобы в малиник складывать сюда ну вот разный органический мусор когда вот летом же его больно вот как говорится это иногда некуда сложить складывается все сюда и осенний мусор тоже складывается сюда за зиму он утрамбуется перегнивается здесь малинник он не перекапывается но за счет того что здесь много органической подстилки так скажем земля очень мягкая она всегда здесь проваливается и но и раз даже себя ловишь на мысли ой как будто бы на болото наступил а это вот просто органики там очень много вот малина поэтому видите какая мощная жирная хорошая ну все на этом друзья я заканчиваю вот по такому принципу но мы обрабатываем малину все пока пока кому понравился ролик ставьте лайки пишите комментарии новые друзья подписывайтесь на меня поддержите мой канал дальше будет только интереснее и и и Продолжение следует...